И зачем вы такое пишите? Ну я же все моменты проверяю. Вот этот косяк нужно исправить. Посмотрим, что нам покажет ваттметр. Сначала на минимальных. И хочу проверить, как это УШМ отрабатывает диски. Ну что ж, будем подводить итог. Единственное, что хотел посоветовать. Первейшая порука мастерства, не признавать свое же совершенство. Друзья, всем огромный привет. Вы на канале обзора Электроинструментов. И с вами Николай Дотошный. И сегодня у меня на обзоре новинка. Это УШМ от торговой марки Гранд. Модель МШУ 125х1550SE. Ну и конечно же, я ее буду тестировать и разбирать. Смотреть, что внутри. Пробежимся быстро по характеристикам. В данной УШМ указали мощность 1550 Вт. А работает она со снасткой 125 мм. Обороты регулируются от 0 до 11 тысяч оборотов в минуту. И также нам указали, что есть электронный стабилизатор оборотов. И СНЮ подшипники. Ну а теперь, как всегда, расскажу тем людям, кто покупает в интернете, но и нет возможности подержать и поработать данной УШМ. Комплектуется данной УШМ обычным защитным кожухом. Запасные щетки. Большой ключ для снятия оснастки. И также рукоять с логотипом Гранд. Основная рукоять в этой УШМ, как вы видите, частично прорезинена. Друзья, и резина, сразу говорю, не сырая. И ногтем содрать ее просто так вам не получится. Кнопка в этой УШМ работает в двух режимах. Без фиксации и с фиксацией. И как видите, сама по себе блокировочная кнопка немного торчит. Если люди, которые работают левой рукой, им нужно быть аккуратным. Потому что во время работы вы можете случайно фиксировать эту УШМ. Также возле основной рукояти расположен регулятор оборотов. Он имеет 6 положений и все положения с фиксацией. Внешний вид этой УШМ очень напоминает УШМ Макиту. Также есть и рубра жесткости. И плюс очень похожий форм-фактор редуктора. Как вы видите, редуктор в этой УШМ сделан вообще в стиле минимализм. Кнопка блокировки шпинделя частично спрятана в корпус редуктора. Кнопка широкая и удобная. И можно даже большим пальцем фиксировать редуктор. Кстати, кнопка сама имеет небольшие люфты. Но это, друзья, не критично. Гайка и фланец в этой УШМ, как вы видите, толстые. И плюс дополнительно фланец еще имеет насечки. Насечка сделана для того, чтобы легче было снимать оснастки, если вам сильно закусит диск. Также, как видите, на шпинделе есть дополнительная защита подшипника от пыли и от всякого разного мусора. Кстати, чуть не забыл сказать, и в этой УШМ также есть быстрый доступ к щеткам, но сетевой кабель идет обычный пластиковый. Длина сетевого кабеля составляет ровно 2 метра, а сечение сетевого кабеля составляет 2 на 0,75 мм квадратных. Дополнительная рукоять имеет возможность фиксации только с двух сторон. Ну что ж, хорош болтать, подключил ее к сети. И давайте вместе с вами послушаем, как она работает. Как вы услышали, УШМ имеет плавный пуск. Так, я выставлю регулятор на первое положение. И на первом положении также есть обороты. Блин, я в шоке, Гранде, ну и зачем вы такое пишите? Ну я же все моменты проверяю. Ну вы взяли здесь и написали от 0 до 11 тысяч. Какие нахрен 0? Здесь 3 тысячи, 4 тысячи напишите. Вот этот косяк нужно исправить. Так, давайте сейчас проверим УШМ на балансировку. Друзья, как вы увидели, балансировка просто идеальная. Давайте проверим, как работает константная электроника. И посмотрим, что нам покажет ваттметр. Ну, друзья, вы сами все увидели. Максимальная пиковая мощность там была 1600 даже. Но самое главное мне понравилось, что здесь есть защита от дурака. Вот и из-за этого жирный лак. Если вы наваливаете на это УШМ, она тупо уходит в защиту. Покажу вблизи, как я давил. Видно, да? Металл даже цвет поменял. Упс, а вот и болгарки на Е-каталог. Стоп, а почему они болгарки? Почему не румынки или славянки? Ну ладно, болгарки так болгарки. И на самом деле их очень много, ведь Е-каталог собирает ссылки со всех интернет-магазинов и без своей наценки. Здесь все интуитивно понятно. Справа есть расширенный подбор и также подбор по торговым маркам. Вот выбираем Грант и видим все болгарки от торговой марки Грант. Переходим на эту модель, которую мы хотим выбрать и смотрим на цены. И также ниже на страничке есть возможность посмотреть, сколько интернет-магазинов предлагает эту модель. И выбрать для себя самую дешевую цену. Так что, друзья, кому интересно, ссылки на Е-каталог Николай оставит в описании. Блин, объясните мне в комментариях, ну почему они болгарки? Так, теперь давайте проверим, как работает УШМ на разных оборотах, как работает поддержка оборотов. Там, например, это будет полезно тем людям, кто занимается баршировкой дерева. И, ну, кстати, я щетку установил сюда максимальную. Я не рекомендую такие щетки устанавливать. Это щетка как бы для 230-х УШМ. Но, тем не менее, у меня тест и мы сейчас проверим. Сначала на минимальных. Ну, сами все увидели. Хорошенько нужно так поднавалить, чтобы УШМ ушла в защиту. На минимальных оборотах поддержка оборотов работает просто идеально. Давайте выставлю на троечку. Друзья, ну вы сами все увидели. Без каких-либо проблем она выдержит вот эту большую щетку. И можно работать, состаривать дерево. И очень нравится, что в такой маленькой УШМ есть плавный пуск. Вот я случайно сейчас беру, например, УШМ в руки, да? И она включается. Я услышал, что она включилась и у меня есть возможность отпустить ее. Нет никаких быстрых рывков со снасткой. Так, друзья, теперь я установил диск по металлу. И хочу проверить, как это УШМ отрабатывает диски. Какие кусочки остаются. УШМ отрабатывает диск по металлу. Друзья, как вам такой поворот, а? Как отрабатывают диски? Мастера, зацените. Посмотрите, как выглядит в сравнении с неиспользованным. А вот так вот, как вам выглядит. Так, сразу давайте проверим пирометром, как нагрелось. 51, редуктор 49, 51, друзья, это все в пределах нормы. Главное, не выше 60, двигатель 38, 36. Ну, там бедвежок вообще еле-еле теплый УШМ. 39, около 40 градусов. Ну что ж, а теперь поехали разбирать. Так, добрался я к щеткам. Размер щеток составляет 9 на 6 миллиметров. Щетки идут самые обычные. Погнали дальше. Так, здесь стоит кнопка. Кнопка стоит с сертификатом CQC. Кнопка, видно, что идет усиленная. Здесь, возле щеток, стоит регулятор оборотов с платой управления. Так, давайте посмотрим, что же там в редукторе. Один, два, три. Та-дан! Что мы здесь имеем? Ведомая шестеренка, напрессованная на вал. Плюс вал упирается в шариковый подшипник. Редуктор имеет стенки средней толщины, не самые толстые, но и не самые тонкие. Как видите, смазки тоже дали достаточно. Так, давайте я проверю, или можно редуктор устанавливать на 360 градусов. Кстати, друзья, корпус редуктора можно устанавливать на 360 градусов, это как в Маките. И можно работать как вам удобно. Ну а теперь затылили дыхание и смотрим, что же там внутри. Вроде досталось, смотришь, ну якорь простой. А на самом деле, друзья, якорь-то не простой, сейчас покажу. И у меня вопрос, как такая бюджетная торговая марка может делать так качественно двигатели? Видите, и в верхней, и в нижней части якоря витки полностью пролачены, полностью залиты лаком. Можно отверткой елозить. Ну, не каждая бренда так делает. Плюс, видите, усиленная компаундом возле коллекторная часть также стоит. Это сделано для того, чтобы защищать подшипники и от пыли, и от перегрева. Также вам покажу, что якорь полноценный, якорь не пустотелый, витки намотаны полностью по пакету якоря. И подшипники на самом деле стоят пылезащищенные от торговой марки CNU. Подшипник возле коллектора стоит под номером 607. Кстати, очень понравилось, что на подшипнике стоит антивибрационная демпфорная резинка. Резинка эта с кромкой, и плюс эта резинка имеет жесткое основание. Ведущая шестеренка зафиксирована на вал вообще без каких-либо шпонок, друзья. Это точно как у профессионалов, и просто фиксируется гайкой. Катушка статора вместе с диффузором фиксируется на винты. И как видите, витки катушки полностью-полностью залиты компаундом. Они не люфтят. И также по всему диаметру видно, да, по всему корпусу между катушкой статора и корпусом есть большие пространства для охлаждения. Ну что ж, будем подводить итог. Друзья, ну а что тут сказать? Реально эта ушем меня удивила. Это рабочая лошадка. Есть в этой ушем поддержка оборотов. Также мне очень понравилось, что есть защита от дурака. Как вы заметили, поддержка оборотов без магнита, поддержка оборотов за счет платы управления. Также очень понравился минимальный редуктор. И также понравилось, как это ушем отрабатывает диски. Ну а теперь я скажу, что мне не понравилось. Друзья, а не понравилось мне тот момент, что в этой ушем пластиковый кабель. Ну и как по мне, коротковат, 2 метра. Мне хотелось бы, конечно, здесь видеть резиновый кабель. И ну как минимум 3 метра, потому что мы с вами уже балованы. Друзья, и больше косяков я не заметил. Двигатель сделан хорошо. Если ты заметил какой-то косяк, обязательно пиши об этом в комментарии. И мы пообщаемся об этом. Мне реально, вот реально не стыдно эту ушем рекомендовать для сложных домашних задач по хозяйству. Единственное, что хотел посоветовать. Если вы будете работать этой ушем продолжительное время на малых оборотов, то на 2-3 минуты включать на большие обороты, чтобы эта ушем выгоняла из себя горячий воздух. И тогда она вам служить будет со слезами на глазах от счастья. Ну а если тебе понравился обзор, обязательно ставь лайк, подпишись на канал, а то пропустишь много чего интересного.